Всем привет! Я Виктория Исаева, писатель и видеоблогер. И я Алексей Кресиков, психолог-консультант, когнитиво-аналитический психотерапевт. Ну вот опять мы решили собраться, поговорить о насущном, о наболевшем. Хочу спросить у Алексея, даже как скорее как у мужчины, не как у психолога. Алексей, что за фигня происходит с мужчинами? Что такое бы что творится в этом мире? Откуда пошел запрос, дико популярный запрос в интернете, на тренингах, книге, вообще массовая культура. Как соблазнить мужчину? Что это такое? Десять лет назад в мои времена вообще таких проблем не было. Ты звонишь любому чуваку, говоришь, приезжай на кофе, как бы он приезжает, все. Ты снимаешь лифчик, все. Вот все искусство соблазнения. Зовешь на кофе, снимаешь лифчик, все. Два шага, да, простой лайфхак. Сейчас пошли какие-то там туда-сюда тренинги, адские деньги, 25 тысяч рублей за видеокурс, чтобы я вам покажу, как, что произошло с мужчинами. Сила сисек больше не действует? В чем дело? Ты знаешь, я думаю, что здесь дело не в сиськах, потому что на сегодняшний день косметология так шагнула, что по большому счету, если у девушки есть какие-то комплексы, есть какая-то физиологическая и анатомическая травматическая ситуация, это можно достаточно относительно недорого исправить. Современная хирургия пластическая это позволяет. Я думаю, что тут нужно рассмотреть два момента. Психологический и некий социальный. Вот то, что мир шагает вперед, и тренинги современные развиваются по разным темам, и в том числе соблазны мужчин, это просто последствия интернета, последствия социальных сетей, последствия интереса людей. Это первое. Здесь мы не будем ничего говорить, потому что это нормально. Людям свойственно развиваться и свойственно изучать какие-то вещи. Но ты наверняка говоришь о том, что почему женщины вот так начали этим интересаться, или что случилось с мужчинами. Да, да. А у тебя какие мысли по этому будут? Я во всём веню мужчин, таких как ты, Алексей. Присыщенных мужчин, которых уже вообще ничем не удивить. Ведь что такое соблазнить мужчину? Это красиво дать ему надежду на хороший секс. Ты это можешь сделать или через глаза, там, оделся как-нибудь там юбочка, декольте, каблучки, чулочки, у кого какие фетиши. Ну, у вас уже взгляд замыленный, да, то есть к тебе уже всякие ходили, тебе уже пофиг, у тебя надоели уже эти декольте, да. Я понял. Через слух, когда там тебе, ух, у тебя такой бицепс, ты такой, уф, уф, да. Уже тоже всё это тебе лапшу на уши навешали, да, через киностатику. Ой, у меня вот тут спина затекла. Но ты сейчас говоришь про секс, да? Да, про соблазнение. Что дело в том, что таких как ты, например, мужчин, уже вообще ничем не удивишь. Я понял. Тебя соблазнешь, ты даже не поймёшь, что вы. Я понял. Я думаю, что тут надо понимать немножечко, ну, как, у тебя женский взгляд, да? Вот мы сейчас услышали женскую позицию, как выглядят эти тренинги. Я лично считаю, что это немножко по-другому выглядит и по-другому имеет, ну, цель другую. Во-первых, если ты говоришь про такого парня, как я, во-первых, по мне нет ничего необычного, но ты думаешь, что стало тяжело соблазнить парней в плане секса. Там раньше, там, лифаком помахал, и он так пошёл, да? Да, 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 золотые времена. Я думаю, что это не совсем так. Сейчас секс стал, в принципе, достаточно помолодел, да? Там, если раньше у нас, там, после 18-20, о-о-о, девушка заканчивала школу, одна не девственница, там, была одна девушка не девственница на всю школу, там, в 2000-м ещё году, это была целая трагедия города. Знаешь, сейчас это уже как-то совершенно по-другому часто выглядит. Ну, не знаю, это современные реалии. Так вот, я не думаю, что эти тренинги заточены на то, как конкретно соблазнить мужчину, с какой стороны лифчик расстёгивать, и каким, значит, вот моментом там. Я думаю, это тема чистой психологии. Объясню, как мне кажется, почему. Посмотри контингент, который ходит на эти тренинги, посмотри их возраст, и ты увидишь примерно одну и ту же историю. Почему? В 90-е годы, во время развала Советского Союза, да, вот этой перестройки, родители очень сильно в большинстве случаев накосячили в воспитании дочерей, в частности, отцы. И папы работали, или они просто куда-то там уезжали, или они были холодными и дистанцированными, они вели себя жёстко, грубо, обесценивающе, или не придавали значимости своей дочери. И вот так формируется неполноценность именно женская, именно самооценка. И мне кажется, что вот этот всплеск популярности, он связан с неуверенностью женской, с именно нарушенной самооценкой, которая тянется из этих времён, а не то, что это вот как-то мужики изменились. Да, они изменились, но мне кажется, вот про эту тему, что именно вот отцовское воспитание закладывает вот эту ошибочную позицию. Если хочешь, могу поподробнее об этом, да, рассказать? Давай. Потому что они потом чувствуют себя неполноценными. Им хочется любви, теплоты, внимания. Не просто хочется потрахаться, а им хочется именно заботы, внимания, вот этой отцовской фигуры, значимости. А она не уверена. Её всё время там посылали, с папой были такие отношения, что она просто не уверена. Она всегда говорит, «Здравствуйте, меня зовут Деремова, очень приятно». Как она подойдёт и что там расстегнёт? И вот эти тренинги, как бы, почему популярны? Потому что они там набираются некой вот этого чего? Там же вот эта прокачка, «Да, я богиня, у меня вибрирует». Там же психологическая манипуляция и прокачка какая? Подними, девочки, вот эти самооценки, ты офигенная, посмотри на себя, посмотри, какая ты, всё, пошла, встала, жопа прогнула. Но этой накачки хватает буквально на чуть-чуть. Потому что, девчонки, вот поймите, если вы чувствуете вот эту проблему с самооценкой, если вы чувствуете вот эту потребность в этом внимании, именно вот если вы работаете со своим психотерапевтом, вам эти тренинги накачают уверенности на неделю максимум. Но вы не справите разрушенную самооценку или вот эту вот сильную потребность просто от тренинга. Так, а знаешь, что интересно? Ты сейчас, да, затронула эту тему. Я согласна по поводу низкой самооценки, да, и желания самоутвердиться, в том числе и за счёт мужчины. Что такое соблазнение, по сути, правильно? Это момент власти, я его соблазняю. Он в моей власти, он вот так на меня смотрит, да? То есть я пошла, пусть меня некто тренер волшебный научит волшебным методикам снимания лифчика. Я потом пойду, найду такого супернедоступного мужчину, сниму правильно лифчик, я скажу, ага, попался, голубчик. Ты знаешь, я думаю, что больше половины девчонок, которые ходят на эти тренинги, они не ходят узнать технику, как расстегнуть лифчик или какое бельё надеть. Я думаю, они идут за уверенностью. Они идут за той уверенностью в себе, которой им базово не хватает. Проблема в том, что почему это неиссякаемые походы на тренинги. Потому что, представьте, у девочки самооценка низкая. Её прокачали за два дня, у неё она бэм, искусственно поднялась. Ты говоришь о том, что она начинает соблазнять мужчин, чтобы поставить галочки. Да, но это ошибка, потому что нельзя строить красивый чердак из сосны, если у тебя фундамента нет. И все эти истории победные, они очень краткосрочные и часто приводят к депрессии ещё больше. Потому что я с этим переспала, с этим даже, да, тут расстегнуло, тут меня, значит, трахнуло двое в лесу, а ничего не произошло нового в её жизни, именно внутри. И вот это надо понимать, что, чё, ты пролез, что-то болезнь? Нет, это классно, двое в лесу, здорово. Ну, там мошки, комары, ну ладно, короче. Да, двое в лесу трахают, трое в лесу трахают, да, самооценка, она как бы вот так вот и зависит, да. Да, и здесь надо понимать, что если вот эти девчонки, которые ходят на тренинги, они искусственно пытаются накачивать самооценку уверенностью, вот этим тренингом, потом проходит неделя, она опять спускается, она опять чувствует позыв к этому тренингу, помогает, конечно, помогает, но какое-то время. То есть женщине вообще, в принципе, не нужно заморачиваться на соблазнение мужчин? Я бы, да, я бы говорил бы, наверное, с профессиональной точки зрения, что не надо затачиваться на технику именно вот как положить ногу, как намазать помаду, продышать чакру и пойти, и тогда она будет, значит, взгляд львиться, репетировать перед зеркалом, значит, я тигрица, я тигрица, я тигрица, все на меня смотрят, вот это очень забавно. Я бы настраивался на работу со своим консультантом именно по поводу самооценки. Ты никогда не замечала, что вроде простенькое, вроде ничего такого выдающегося, а к ней парни, прям вот так вот, раз, два, три. Не потому, что она делает какую-то технику такую, там, с подверчиванием, там, яйца, там, значит, параллельно, там, скручивая, там, вот эта вся... По солнечной оси, да. Нет, а потому, что она просто транслирует такую хорошую внутреннюю уверенную самооценку, что это чувствуется. А вот, может быть, девочка вся там такая, там, растакая, но она настолько внутренне неуверена, и уж когда дело доходит до секса, лежит полен и моргает, блядь, понимаешь? И это частая история, потому что чем вот больше вот этого внешнего напущения часто, тем больше комплекса. Ну и давай нельзя не пройтись по деструктивным тренингам, да, где девочка приходит, ей для раскрепощения говорят, ну, иди таксисту первому, которого встретишь, минет сделай, короче, ну, чтобы снять зажим, да, сразу, ты же, секс-богини или кто, или целка ты тут будешь, да, сидеть до пенсии с кошками. Вот что про такие можешь тренинги сказать? Про таксиста с минетами я не знаю, но, реальный пример. Вот если без шуток, действительно, есть тренинги деструктивные и есть тренинги конструктивные. В чём история для наших зрителей, чтобы они понимали. Деструкция – это разрушение. На тренинг по уверенности в себе, по соблазнению мужчины, я, как уже говорил выше, идут девушки с базово заниженной, а порой разрушенной, растоптанной поведением родителей, самооценкой. И хорошо, если вы попали на тренинг, который просто даёт вам какую-то вот такую внутреннюю уверенность в большом зале, где вы просто накачиваетесь внутренней уверенностью и чувствуете себя какое-то время немного в приподнятом настроении. На этом фоне вы можете с кем-то познакомиться, что-то сделать, и какое-то отношение, какие-то даже секса могут завязаться. Это правда. Но это всё опять сойдёт на нет очень быстро. И эту фальшивку очень быстро распознает. А есть конкретно очень опасные деструктивные тренинги, которые не просто не приносят результата, а они порой опасны и для жизни, и для здоровья. Когда людей просят, ну, что-то вроде того, что ты сказал, раздеться, встать на стул и снять там по пояс вверх, и все будут кричать, что она сука, и она должна это выдержать. Или она должна там ходить, просить что-то на улице. Здоровая, относительно здоровая психика может с этим справиться, но на тренинг ты никогда не протестируешь, какой пришёл человек. То есть насколько он повреждён, насколько он уже имеет базовую разрушенную самооценку. И если такие люди придут на такой тренинг с такими упражнениями, такими практическими вот этими штуками, это может разрушить до реактивной депрессии, суициды, до реактивных образований такого, что потом потребуется именно психиатрическая госпитализация. Уже никакой психолог это уже всё? Нет, там уже нет, потому что это разрушит окончательно в хлам, и вот здесь надо быть очень внимательным. А такие тренинги до сих пор в 16-м годах есть в России, к сожалению. Их периодически там ловят, их периодически закрывают, их периодически отлавливают, но вот это до сих пор существует. Ну давай немножко печальную тему разбавим, да? Да. А давай представим, что девушка нормальная, адекватная, весёлая, компанейская, сексуальная, встречает парня, он ей понравился. Может, она с ним работает, коллега, ещё что-то там. И хочется с ним секса. Что делать в этом случае? Просто секса. Ну, секса, может быть, перетекающего в отношения. Какой секс будет, да? Если девушка хочет секса с этим конкретным парнем, я думаю, что многое будет зависеть от того, в каком состоянии что хочет парень. То есть, если он допускает, в принципе, так или иначе, с ней секс на трезвую, я подчеркну, голову, то, наверное, у неё получится, если она будет проявлять знаки внимания, определённое поведение. Знаешь, уронила ручку перед ним. Ну, как-то... Старая добрая ручка, да, всегда спасает. И какие-то такие простые вещи. Я думаю, что если он допускает с ней секс, вообще мужчина, если он генетически в голове допускает, то у неё получится. Если у этого даже парня есть жена или есть девушка, и он, в принципе, базово сказал себе нет, то даже если он и будет видеть все её вот эти вот процессы, он всё равно ничего не будет с ней делать, потому что просто внутри сказал нет. Поэтому тут надо исходить изначально внутренней позиции. Ну, ты считаешь, ждать у моря погоды, пока он там разродится, сделает первый шаг, или можно дать ему? Тут ей надо провести некоторую разведывательную работу, находится ли он в серьёзных отношениях, насколько они серьёзные. Ну, насколько он влюблён, скажем так. Да, потому что если он внутри сказал нет, это то же самое, это же мы называем в психологии верование. Вот если он дал своей женщине, своей девушке, сказал, я ни с кем больше спать не буду, и самое главное сказал это себе, то никто, никакой там вагины его не соблазнит. Согласна. А если у них внутри есть целостное отношение, если он понимает, что у них в отношениях уже трещина, и что уже как бы он не очень-то и обязан, то там шансы все у неё есть. Допустим, парень или свободный, или просто свободный от обязательств, от моральных каких-то. А парни понимают, когда соблазняют его адресно, а когда просто действительно ручку прибирают. Вот здесь хорошая, кстати, история. Мы же из животного мира, по-хорошему. Когда к парню подкатывает девушка, как ты говоришь, и начинает его откровенно просто говорить, пойдём потрахаемся, ну, фактически это посыл такой. Есть у мужчины две реакции. Первая реакция – о, прикольно, не надо напрягаться, вообще удобно. А что, классно? Пойдём. Фортануло, да? Да. А есть вторые, которые подумают, что что-то здесь не то, потому что привыкли по природе наоборот. Поэтому, в принципе, интереснее будет дать ему некий намёк. Это знаешь, как лев такой лежит в саванне, и такая кошечка прошла такая, хвостом такой вот такой понос, так, пим, и такая типа уходит. Он такой так, не понял, встал, потянулся, говорит, ну-ка иди сюда, куда ты там пошла. И вот она, она убегает, он, нет-нет-нет-нет-нет, подожди. И вот тогда это будет прикольно, это будет интересно. А если он тут лежит такой, мух отгоняет хвостом, она такая пришла ему, на нос села и говорит, ну что, не скучно тебе тут, тюак? Да? А он скажет так, значит, стой, подожди, что происходит? Нет, ну это уже не соблазнение, это уже адский ад, это вот уже из Сирии. Ну это и метафора. Ну нет, есть девушки, которые и так понимают соблазнение. Она в пятницу вечера, знаешь, с мужем поругалась, такая бухнула, алло, приезжай, муж-козёл, приезжай, давай, всё. Но тут ещё надо отдать должное. Часто самые яркие сексуальные отношения, вот они могут выстраиваться изначально не из задумки стратегической, как это развивать. Иногда в жизни всё строится из простоты. Я бы сказала, это вот скорее из спонтанности, из простоты. И часто бывает так, что ты никогда не думал, что ты идёшь по Тверской, у девушки упал телефон, ты попроси, и ты ей помог его поднять, вы познакомились, посмотрели друг на друга, она симпатичная, ты симпатичная, пойдём пройдёмся, по Рабату пошли, прошлись, тут у тебя, кажется, уже рука где-то не там, у неё рука тоже где-то не там, потом бац, у вас какой-то магазин, грузинское вино, потом бац, это уже где-то дома, и ты вообще не понимаешь, что ещё три часа назад вы только познакомились. И потом из этого могут выстраиваться действительно прикольные, интересные какие-то взаимодействия. А бывает так, когда-то так, вот она мне нравится, я буду, значит, думать о том, что надеть, чем попрыскаться там на всякий случай и так далее. Да, и вот это, как правило, начинает геморрой. И поэтому ещё одна рекомендация, старайтесь быть попроще. Ты правильно заметил, что вот самое дорогое на свете это простота, да, то, что больше всего подкупает, соблазняет, очаровывает. Ещё один лайфхак для девчонок. Девчонки, вы не представляете, как смешно выглядит, когда вы стараетесь. Ну, наверное, мужики тоже, когда стараются, тоже забавно выглядит, но когда девчонка старается, она что, в постели пытается прогибаться, тигрицей, там, значит, сверчением и подкручиванием, что в жизни, она, значит, ногу на ногу, языком по губе, волосы, значит, вот это всё, вот это сидишь, смотришь, думаешь, ебёна моя, что происходит? А когда просто девчонка пришла, сказала, привет, там, я, Клава, у меня, там, поезд отменили, там, как тебя зовут, ну, а ты чем занимаешься? Вот, возбуждает простота, непростота доступности, что она подошла, наклонилась, это, значит, это тоже не прикольно. Прикольно именно простота, вообще не простота, именно человека. А когда начинает вот это тигричи, прогибы, тигричи взгляды, вот учат на тренингах вот это? Учат, учат, вот это смешно, но это опять же для каких девчонок? Это опять же для девчонок, которые считают себя базово дерьмом, с низкой самооценкой, вернёмся в детство, да, и они считают, что они не знают чего-то, и таких в Российской Федерации миллионы, которые считают, что чтобы построить личную жизнь, надо правильно накрасить губы, надо правильно прогнуться, правильно сесть, правильно сказать, и а-ля их тренер сейчас чему-то научит, у них в жизни всё удастся, где мы олигарх, да, вот это, и вот тут всё случится, вот это, к сожалению, неправильно, не так. Саша, можно личный вопрос? Да, я постараюсь. У меня ощущение, я тебя, конечно, мало ещё знаю, но у меня реально есть ощущение, что тебя очень раздражают девушки, которые к тебе подкатывают. Обычно мужику это льстит, ну вот я опрашивала, мужики, вам нравится? Ну да, даже если я не собираюсь с ней спать, даже если у меня любимая жена, всё равно приятно для самооценки, why not, да, меня отметили, прикольно. У меня ощущение, что у тебя прям глаз начинает дёргаться, если девочки, вылечите мне доктор. Да, я правильно поняла, нет? Ну если про меня, то это, я вообще экземпляр для социологии, для исследований неподходящий, то есть то, что я сейчас буду про себя говорить, это не означает, что это должны брать все, потому что я блогер, я психолог, это уже диагноз. Согласна. И когда подходит на улице или в торговом центре, мы смотрим ваш канал, спасибо за видео, или девчонки сидят, смеются там, в телефоне показывают, в инстаграме там что-то, я к этому нормально отношусь. Ты говоришь про то, когда меня пытаются откровенно соблазнить, это на мне не работает. Вот у меня было такое чувство. Я не раз в своей жизни влюблялся в продавщицу, у меня есть замечательная подруга, она работала на кассе Ростикса. Мы с ней 12 лет знакомы, в отличных отношениях. Я ей притащил букет Рост за кассу, фасфута. Мне нравится именно простота. Понимаешь, мне не нужно... Я работал со стриптизершами, я работал с танцовщицами во всех клубах Москвы. Я с ними в одной гримерке переодевался. Мне это не... Для тебя это настолько не экзотика, уже настолько присыщено? Мужчина будет неинтересно. Парень из глубинки, который никогда не видел девушку голую, конечно, он попадая в гримерку Московского ночного клуба, он в обморок упадет. Когда ты в этом постоянно работаешь, это настолько становится для тебя естественно, что ты начинаешь ценить другие вещи. Поэтому я могу... Мне нравятся девчонки, которые не заморочены вот этими вот нюансами. Как правильно сесть, как правильно лечь, как правильно стоять, что одеть. Я говорю, одень кеды, джинсы и майку. Ну, успокойся и всё. А когда начинает мне откровенно пытаться мне понравиться, это просто... Ну, это неприкольно. Другими словами, нет универсального рецепта, как соблазнить мужчину. Нет. И не может быть. Поэтому первая рекомендация, занимайтесь вашими психологами именно темой самооценки. Это очень важно. А то, что... Второе, нету каких-то конкретных инструментов, как накрасить губы, как надеть это, как сесть, чтобы у вас получилось. Если при этом мужчина внутренне сказал нет. Да, поэтому если он внутренне сказал да, поверьте, вы без макияжа, в бейсболке, в джинсах, в кедах с ним начнёте какие-то отношения. Иногда, курортный роман, она идёт без макияжа, с обгоревшим красным носом, с обгоревшим носом, с белой жопой, понимаешь, и у них там что-то фееричное. Не надо стараться. Всё самое хорошее вырастает из простоты. Трава растёт без усилий. Всё в природе происходит без усилий. Когда мы начинаем напрягаться, начинает геморрой. Золотые слова. Я бы на самом деле в эту тему добавила бы такой маленький призыв девочке. Давайте завязывать с насилием над мужчинами. Я вот сейчас говорю абсолютно серьёзно. У меня ощущение, что в 21 веке женщина прям заточена над насилием. Он меня не любит. Ну, есть же тренинги, есть же книги. Я заставлю его полюбить меня. Он меня не хочет. Сейчас я переломлю этот лёд. То есть вот это вот, реально есть желание у женщины изнасиловать мужчину, чтобы он был моим, чтобы он вот был вот так, чтобы он был под каблуком. Хорош. Это же теряется самое вкусное в мужчине. Вот эта вот воля, да, сила. Зачем он вам, если вы его лишите этой воли, зачем он вам потом будет нужен, грубо говоря? Ну, мы заканчиваем, но я могу вставить 5 копеек. Давай. Тема-то интересная. Интересная. Тут можно и девчонок понять. Вот эта тема женщины с яйцами, это можно вообще отдельную тему, отдельный ролик снимать. Но ты правильно говоришь, что это заканчивает. Но они же как, понимаешь, вот я же со стороны клиенток своих могу сказать, что нормальных мужиков, которые сами за ней пойдут, которые сами будут её соблазнять, её добиваться, их всё меньше и меньше. Поэтому порой им приходится брать дело в свои руки и говорить, так, понятно, зашутила рукава, говорит, ну что, иди сюда. Ну, для меня нормально это, мимо которого ты красиво прошла, так, не взначай хвостом по носу, и он уже понял, что к чему, вот это показатель нормального мужика, да, это не то, что ты там сидишь где-то на своей горе, он на своей, ты можешь пройти, да, я не говорю, что ты не должна никаких вообще никогда усилить. Золотая середина должна быть. Да, 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 то есть другое дело, когда этот лев вот он лежит, она ему, давай, 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 люби меня. Петя, люби меня, люби меня. Вот эта золотая середина, да, вот нашим зрителям очень важна. Не надо Пете, люби меня, когда Пете вообще по барабану, и не надо играть в историю недоступности вообще в ноль. Ненавижу вообще меня. Знаешь, мне еще... Типа а-ля прояви усилия. То есть золотая середина это история, где ты даешь ему намек. Надежду. Просто намек, что она, в принципе, обратила внимание и можно пробовать. Вот, самый, напоследок, самый адский способ соблазнения, который я ненавижу. То есть, знаешь, брачные игры, вот это, надеюсь, ты не думаешь, что тебе со мной перепадет, вообще даже не мечтай об этом. Понял, да? На первой встрече. Дурак, да, ты что, дурак, ты что ты меня трогаешь? На первой встрече не давать, на второй не давать, на третьей подумайте, только через 2-2 минуты... Не трогай меня, ты что так ко мне близко с подтекстом давай, давай, трогай меня, да? То есть, ну, понятно, да, подсознание не воспринимает отрицательную частицу нести. Если вы же там, не влюбляйся в меня, не хоти меня, не мечтай обо мне, да? То есть, ты как бы задаешь эти паттерны, ну, это фу, это прям... Мне нравится в социальной сети. Пойдем, попьем, пойдем выпьем кофе. Конечно, пойдем. Но ты же не думаешь, что мы сразу поедем к тебе? Я говорю, я вообще об этом не говорил, это ты написал. У девушек есть очень интересная штука. Я не планировал об этом говорить, на самом деле. Вот девочки, вообще, это существо с какой-то необычной планеты. Они ровно раздвоены. С одной стороны, она не хочет почувствовать себя с шлюхой и блядью, потому что она себя за это будет не любить, осуждать и так далее. А с другой стороны, хочется. Да. И вот это вот маятник, чего она хочет, очень часто начинает ей вредить в жизни. Она сначала держится и ни-ни, потом ее в Крыму срывает, и она там две недели занимается безудержным сексом, потом приезжает вся красная, непонятно, что происходит. То есть, их начинает, вот этих вот, девчонок, их начинает колыхать, просто как девятый вал, то она ждет такая все правильная, правильная. Почему говорят, в тихом ум эти черти водятся? Потому что потом Крым наш. Потом все, там два месяца вообще там, у-ху-ху, да, потому что жесть начинается. Надо иметь середину, не надо вот этой вот истории придумывать. Нет, я не такая на первом свидании. Но если ты хочешь на первом свидании, и у вас все прикольно, а ты вот будешь это мариновать, все выдерживать, не надо себя обманывать. Что в жизни мотивироваться любовью, желанием, а не страхами показаться, не показаться, зацепить, не зацепить, упустить кавалера, еще что-то, то есть когда с тобой страхом движет, вот всегда какая-то хрень получается. К парням, последний лайфхак, тут надо тоже посередине учиться идти. Вот эта тема пикапа, которую мы будем обсуждать в ближайших видео, тут нельзя дать почувствовать девушке, что она совсем простая, и вот так вот пойдет с тобой, ее это обидит и аскорбит. И нельзя перебарщивать в том смысле, что вообще давайте понять, что она тебе неинтересна. То есть тут надо играть на такой тонкой середине, тема БДСМ это же тоже тема середины, все это вот тема середины, больно, приятно, жарко, холодно, быстро, медленно, глубоко, не очень. Вот эти контрасты и вот эта середина это очень важно. Аминь. Согласна, вообще подпишусь под каждым словом, так что ставьте лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. И комментируйте наши видео. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok